Следующее слово представляется представителю другого военного госпиталя, это госпиталя имени Петра Васильевича Мандрыка. Доклад представит Владимир Иванович Стеклов вместе с группой товарищей, и доклад будет посвящен впервые выявлению фигурляции предсердия. Владимир Иванович, доктор медицинских наук, преподаватель, в состоянии начальника диагностики сложных порушений центрального клинического госпиталя имени Петра Васильевича Мандрыка. Владимир Иванович, Вам слово. Добрый день, глубоко уважаемый Юрий Викторович. Добрый день, уважаемые коллеги. Тема моего сообщения впервые выявлены в течение. Значит, фигурляция предсердия – это днаджумно-чистая аритмия, которая характеризуется хаотическими нерегулярным возобновлением предсердия в мышечном волокон с утратой механической системы предсердия. Останутым методом диагностики фигурляции предсердия остается поверхность электрокардиограмма, и признаками является абсолютная аритмия, когда мы видим полностью неритмические интервалы РР. И при этом мы еще видим отсутствие отчетных зубствов П, вместо них регистрация волокон фибрилляции частотой 350-700 минут. Эта аритмия является самой частой аритмией, и в общей популяции встречается примерно около 2% случаев. У лиц старше 80 лет встречается у каждого десятого пациента. У коморбидных пациентов, у пациентов с достойной средней недостаточной гипертензии, она может встречаться в более 20-30% случаев. И среди всех пароксимальных ритмей, частота встречаемости составляет около 30-40%. С фибрилляцией связаны такие нежелательные исходы. Это, во-первых, повышение следности в 1,5-2 раза, значительно повышается риск инсульта. У пациентов, особенно малосимптомных форм фибрилляции в предсердиях, развивается когнитивная дисфункция, снижается качество жизни, и частая госпитализация, которая приводит к повышению затрат на лечение этой ритмии. К 30-му году, по данным эпидемиологических исследований в странах Европейского Союза, прогнозируется повышение фибрилляции в предсердиях где-то на 14-17 миллионов, и примерно это где-то 100-200 тысяч человек, впервые выявленные в фибрилляции в предсердиях в год. Что же мы подразумеваем под впервые выявленные фибрилляции в предсердиях? Это любой первый эпизод фибрилляции в предсердии, независимо от длительности и тяжести симптомов. Уважаемые коллеги, длительное изучение фибрилляции в предсердии сформировало устоявшее научно обоснованное представление об алгоритме лечения всех видов фибрилляции в предсердии, за исключение первой воздействия фибрилляции в предсердии. перевозивший фиблиоз пересерок обычно как фиблиоз пересерок подразделяется на четыре класса это она может и пароксизмально и персистирующей и длительной персистирующей а также постоянной формой зависимости когда мы впервые выявили первые выполнена регистрацию лиц и кардиограмму немного у лечащих врачей врачей первичного звена возникает вопрос дилемма как же поступить пациента из перевозивший фиблиоз пересердия либо это выбор контроль чистоты это либо выбор контроля ритма нередко коллега принимает особенно пациентов персистирующие формы фиблиоз пересердий тем более osureett или персистирующих порыве бляс преседы принимать тактику контроль частоты ритма тем не на наш взгляд что также у пациентов длительно персистирующий пор фибриле с прессердия возможно восстановление синусов ритма консерве конверсии синусов ритма и последующие многие пациенты сохраняясь на синусов ритма долгие годы целью нашей исследования явилась оценка эффективность восстановления синусов ритма у пациентов с различными формами перевозки фибриле с прессердия изучить фактор риска рецидива у пациентов с этой формой ритмии наше исследование включено 45 пациентов впервые возникшие фибриле с прессердия которые были разделены зависимости от форма ритмии на три группы всем пациентам условия сационара выполнена конверсия синусов ритма на фоне оптимальной антикогулянтной терапии исключает тромботическое включение в полосе сердца методом через пищеводной эхокардиографии отстегивались 14 клинических признаков данной эхокардиографии и кг лабораторной диагностики также исследовались факторы риска рецидива фибриле с прессердии ликвидность наблюдения за пациентами составила от 1 месяца от 1 месяца до 10 лет критерии исключения явились это первое наличие тромботических включений в полостях сердца нарушение функций щитовин железы острые инфекционные заболевания острый коронарный синдром и отказ пациентов от конверсии синусов ритма значит на слайде представлен кондинкент обследованы пациентов значит первая группа это пациенты пароксирмальных формой впервые возникшие фибриле с прессердии всего 5 человек вторая группа 34 человек это пациенты персистирующих формы фибриле с прессердии и третья группа до 6 человек длительно персистирующих формы фибриле с прессердии обратите внимание что пациенты в основном были пожилого возраста средний возраст 63 года длительность пароксизма ритм с пациент составил от одного месяца до 23 месяцев в среднем 8,6 месяцев конверсии синуса ритма была успешной почти все пациента только у одного пациента у нас она оказалась неуспешной вот пациента был длительно персистирующей формы фибриле с прессердия и он отмечался еще выражено снижение поражения в шкале его прессердия за период наблюдения умерли три пациента два от прогрессирования хсн и один от несердечных причин свободными от приступов ритме остаются 20 пациент этот 47 почти 48 процентов сроки сохранения синуса ритма состоял от двух дней до 10 лет рецидивы фибриле с прессердия чаще возникали у больниц длительно персистирующей аритмии значимым фактом риска рецидива аритмии это высокий индекс массы тела артериальная гипертензия длительность аритмического анамнеза большой передний и задний размер левого прессердия и низкая скорость опорожения ушка левого прессердия на слайде представлены кривые свободы аритмии пациентов этих групп обратить внимание что первая группа из пяти пациентов у одного пациента был рецидив аритмии через 22 месяца самое большое количество рецидив в аритмии возникали у пациента второй группы особо надо перчатки первого месяца возникали сидела дальнейшем мы отмечаем уменьшение количество рецидивов и самый поздний рецидив возникали уже в течение после нескольких лет у пациентов третья группа основных всех провозникли рецидива но то же время мы должны отметить что вот одного пациента через 11 месяцев через два года через три года эти пациенты они знали наблюдаясь до сих пор повторная кардиоверзия восстанавливается инсуалитом опять позволяет длительное время сохранять инсуалитом на фоне оптимальной антикогулянтной антиритмической терапии а также терапия основного заболевания коллеги значит такие крупные исследования как афим создали во врачебной среде представление о том что фибриле спрестили является относительно прокачественным не опасным заболеванием требующим основном антикогулянтного и терапия основного заболевания тем не менее крупные выборки говорят о том что продолжительность жизни не зависит от того какой ритм сердцу пациент но что же прячется в больших цифрах клинические признаки сердечно-недостаточные возникает примерно у 20 30 больных фибриле спрестили длительно существующие то есть риск форма фибриле спрестили значительно увеличить риск развития тахикардиомиопатии вот мы ниже приводим два клинических примера у наших пациентов которые такие явные признаки развития тахикардиомиопатии первый пациент это пациент у нас 40 48 лет который поступил наш господи в конце прошлого года жалобами на неритмическое сердцебиение в течение двух-трех лет у него на приступы сердцебиения на фоне физических нагрузок с девятнадцатом году впервые во время госпитализации было выявлено зарегистрировано фибриле спрестили так и соличек вариант конверсии синус ритма было не быть был не выполнена пациент выписано в этом локатора постепенно нарастала у него слабость одышка на он поступает нам господи выявляем у него мы значительно расширение камер сердца фракции выброса не уменьшилась до 21 процента объем левого прессердия огромная огромная камера лево-лево камер сердца конечный сальско объем 200 300 литров сейчас стоял дилемма восстанавливать синус ритм не восстанавливаем и все-таки решили восстановить синус ритм и буквально через 10 дней вот повторная эхо кардиографии 28 декабря мы увидим видим уже тенденцию повышения фракции выброса уменьшение объемов левых камер сердца уменьшилась у нее метральной и госпитальной регургитации и через три месяца уже после восстановления синус ритма мы увидим практически полностью нормализации камер сердца восстанавливать саркотительные способности миокарда уменьшилась метральная и трехсочная регургитация и следующий клинический пример пациент 54 года рождения поступил в феврале этого года жалобами на выраженную одежку приступа удушья удушья которые возникали на шты часы увеличение размера живота мошонки выражена периферийской отеке с 11 года пациенту постоянно форма фибриле от пересердия он периодически принимал бета-блокаторы неоднократно проходил стационарного лечения с эвакуацией жидко-исплевральных полостей на фоне выражен явной мочегонной терапии терапии ингибитором apf которые все-таки не приводили значительное улучшение общего состояния вот 26 часа он поступает к нам обращалась у него внимание выражено таксистали на кг помимо это полная блокада левого ножка пучка гиста шириной комплекс скорость 160 миллисекунд учитывая такие явные признаки хранить сердечной достаточно пациент отмечалось на напряженный осцит было выполнено микро лапаротомия стала с установкой для ножа и если указ и около 35 литров осцитической жидкости учитывая такие явные признаки таки кардиомиопатии потом меха кардиографии у пациента отмечалась десинхрония как лево-право желудочка пациента выполнено перевышенной имплантации трехкаменного кардио ресинхронизирующего устройства функция дефибуляции вот это эхо кардиографии у нас при поступлении фракции образца 21 процент расширение камер сердца и насчет кдр у нас 86 км косо 285 году от 410 миллилитров отмечалась рекургитация как метральная так трехсворчатая 3 3 степени давление лёгкость пациенту было выполнено трехкамерное устройство через контрольные исследования выполнены где-то через месяц отмечаем небольшая тенденция к улучшению сократить способствия карта фракции образца у нас 33 процента значительно уменьшились камера сердце если у нас до этого к дуа было до 4 сегодня уже меньше 300 пациенту уменьшились периферийской оттеки одышка и мы надеемся что он постепенно станет респондером в плане лечения трехкамерным устройством и последующим если нам удастся еще перевести декоменсацию саде разрешился саде регрессирования на уменьшение камер сердца может быть мы еще примем решение о восстановлении конверсии синусов ритма что дальнейшем может приведет регрессу так и кардиомиопатии у этого пациента таким образом пациентам с любой формы фибриле перевозить фибриле с прессердием телесообразным восстановление синусов ритма вне зависимости от длительности фароксизма при отсутствии противопоказаний значимым фактором риска резидива фибриле с прессердием является высокий индекс массы тела длительность аритмической анамнезы артериальная гипертензия большой передний задний размер и объем левого прессердия а также низкая скорость о поражении ушка левого прессердием фибриле с прессердием также период возникшие не является безобидным заболеванием пациенты с плохо контролируемой чсс частотой средств сокращения находится в риск развития тахикардиомиопатии а значит и стремительно развивающейся сердечной недостаточности более агрессивный подход постановление синусов ритма сегодня спасет пациента от инвалидизации и сложного дорогого лечения завтра благодарю за внимание